Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья и товарищи. Когда речь заходит об анархизме, чаще всего вспоминают революционный социальный анархизм Кропоткина, Бакунина или же Молотеста. А если речь заходит о практике, то вспоминают опыт Нестора Ивановича Махно или же гражданскую войну в Испании, преимущественно анархосиндикалистов и Национальную конфедерацию труда. Но не так часто говорят о штерниризме, да и многие анархизмы между собой имеют различные разногласия. Банально возьмите просто анархокоммунизм и анархокапитализм и разногласия вы увидите. Это будет налицо. Но поговорим об иллегаризме, ведь все-таки штерниризм тоже в свое время был довольно революционен. Заденем теорию и практику, ну и естественно покритикуем. Поэтому давайте же не будем тянуть ни минуты свободного времени и начнем рассуждать. Перед началом просмотра данного видеоролика рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал Товарищ Анком. Ссылочка будет в закрепленном комментарии или разделе о канале. Также у меня есть банковская карта, поэтому если хотите поддержать проект, то можете перевести любую сумму, но это не обязательно. Также хочется сказать, что мой контент является чисто образовательным и носит просто образовательный характер. Я ни к чему не призываю, поэтому присаживайтесь поудобнее и начинаем. Иллегализм является практикой действия, когда штернирист взял в руки оружие и был помещен в классовые противоречия, из которых должен был выбраться. То есть посредством опять-таки насилия. Основой данной практики является криминал, то есть криминал как образ жизни анархиста. Пропаганда навязывает нам образ одного анархиста и навязывает это на каждого. То есть каждый анархист занимается якобы криминалом и это основа его жизненного образа, хотя на самом деле это не так. Конечно, были анархисты, которые занимались тотальным криминалом, но это не все. Вспомните некоторых теоретиков, они вообще в руки оружия даже не брали. Но это ничего. Если насилие социальных анархистов было направлено как метанарратив к началу мировой революции и продвижению чего-то вперед, то насилие легалистов носило более локальный характер и опиралось на тактику индивидуального террора. Даже философ-экзистенциалист, точнее экзистенциалист с натяжкой, то есть Альбер Камю, который развил экзистенциализм, но себя экзистенциалистом не называл, писал об индивидуальном терроре и считал это частью метафизического бунта, когда индивид хочет видоизменить свой образ жизни и критикует это все, что у него было с момента рождения и что надо все в корне менять. Как раз таки это неразрывно связано с жизненным образом, который меняется посредством насилия индивидуального, то есть за счет каких-то личностных дум и Альбер Камю поэтому соотносит индивидуальный террор к метафизическому бунту с точки зрения философии. Платформой для легализма стали акции 1890-х годов, а если точнее, то акции анархистов и не только конца 1880-х годов. Хотя если брать в целом развитие индивидуального террора, то можно выделить и движение народовольцев в Российской империи, которое зародилось в 1860-е годы, а затем, совершив не одно покушение на Александра Второго, и потом и совершив это, тоже продолжало свое действие, правда потом наступила такая диктатура Александра Третьего. Но факт, как бы корни оттуда идут, как раз таки корни индивидуального террора, именно попытки народовольцев. Но хочется выделить то, что с одной стороны есть индивидуальный террор, а с другой стороны есть движение легалистов. И движение легалистов это нечто другое, потому что легализм получил свое направление в Европе, а не в Российской империи. Но если разбирать развитие индивидуального террора, то в Российской империи это имело место быть. Но одним из ярких событий, которое повлияло на движение легалистов, стал Хеймаркетсквер и движение чикагских анархистов 1886 года, когда провокатор кинул бомбу не в толпу, а в полицейских. Это было ответной реакцией на то, что полицейские занимались жестким прессингом, прессовали оппозицию, занимались достаточно жестокой деятельностью, это понятно почему. И провокатор как раз таки в ответ на это, в ответ в знак протеста, кинул эту бомбу. Но репрессивный аппарат только усугубился, и ряд анархистов повесили, других посадили в тюрьму. Ну и апогеем стал 1893 год, когда Агюст Вайян, один из деятелей легализма, совершил террористический акт в зале Национального собрания Франции, после чего был сразу же казнен, что и неудивительно было. Затем будут стачки профсоюзов, развитие рабочего движения и развитие профсоюзов железных дорог, то есть там и рыцари труда в Соединенных Штатах будут что-то делать. Затем появится профсоюз индустриальный рабочий мир, который будет насчитывать 400 тысяч человек, которые будут что-то там видоизменять. Но хочется заметить, что индустриальный рабочий мир, или АВВ, как профсоюз, был широкосоциалистическим и делал упор на такой левый радикальный синдикализм, основанный на тактике прямого действия. Поэтому к легалистам мы это отнести не сможем никак. Но если разбирать в рамках какого-то движения, то афишировать данные мы можем. В Российской империи развивается, например, боевая организация СССР, которая делала упор на как раз-таки индивидуальный террор. И это был хороший психологический ход в сторону жандармов, потому что жандарм, идя на работу, понимал, что его в любой момент могут просто убить, и он домой может не прийти. Это был хороший такой психологический прием, и как раз-таки убивались там всякие мелкие чиновники, ну и делался упор на тактику индивидуального террора. Конечно, СССР не являются легалистами, но если рассматривать практику, то сходства какие-то мы найти можем. Кредо и легализм, как я сказал выше, это индивидуальный террор. То есть, делай что хочешь, отрицалась мораль, как выдуманная ограничивающая надстройка. Поэтому совершали данные действия люди не исходя из долга, потому что долг это чуждое понятие, а они давали волю себе и совершали какие-то определенные действия. Так как не видели в этом оправдания, ведь зачем что-то доказывать? Потому что люди, которые занимались как раз-таки индивидуальным террором, основываясь на модели штерниризма, допустим, им это было просто незачем. То есть, они считали это лишним. В историю, кстати, затем войдут имена Равашоля и Жуля Банно, которых вспомнят потом как раз-таки в мае 1968 года во Франции. И ситуационисты даже сделают отдельный зал в честь Жуля Банно. Ну и будут носить такие транспаранты там с Равашолем, даже с Махно. То есть, вспомнят и такие опыты. Да и в целом во Франции многое, что вспоминали. Даже банально, если брать вот эту современную волну митингов, то там писали имена Бакунина вообще на стенах французские студенты. То есть, довольно интересно вспоминаются старые имена, которые в лету не вошли. Да и о Равашоле до сих пор помню. Ты вошел в историю как такой террорист-индивидуалист. Методы были достаточно своеобразные и шквал критики нашелся. Поскольку это платформа YouTube, я даже не буду такие идеи распространять, потому что это довольно опасно. Как-то так. Но были примеры похлеще Равашоле. Это, например, Дюваль и Мариус Жакоб, которые как раз таки и сформировали основные идеи и тезисы и легализма. Как раз таки преимущественно Мариус Жакоб, потому что Дюваль, он был скорее больше практиком. И здесь можно даже разделить это как с аналогом Кропоткина и Бакунина. Бакунин был больше практиком, а Кропоткин теоретиком в большинстве случаев. И Дюваль как раз таки был практиком, как Бакунин. Ну то есть пил, совершал различного рода преступления и бежал из тюрьмы, совершал побеги около 20 раз. И кажется, что такое большое число, 20 раз, скорее всего у него ничего не получилось. Но на деле он эмигрировал в Нью-Йорк и жил припеваючи до 80 лет. Но этот пример нам не особо интересен в контексте Мариуса Жакоба. Данный человек создал как раз таки и занялся обрамлением принципами легализма, создав движение ночные рабочие. У них были принципы обязательно грабить богатых, как паразитов нашего общества. И не грабить, ни в коем случае не совершать насилие над бедными, над рабочими и над творческими людьми, которые приносят пользу обществу. То есть движение ночные рабочие делило людей на полезных и бесполезных. Как раз таки паразитами нашего общества были вот всякие бизнесмены, владельцы крупных предприятий. А пользу в обществу несли как раз таки люди из рабочего класса, которые работают на кого-то или в культурном плане воодушевляют людей. То есть композиторы, музыканты, художники и не только, они их не трогали, как и рабочих. То есть они приносили пользу. А вот как раз таки буржуазию-то надо было потрогать, так сказать, с точки зрения Мариуса Жакоба. Естественно, в ряд легалистов ходили различного рода маргиналы, да и анархисты, желающие именно практики. Поэтому Мариус Жакоб, он как раз таки в ряды свои брал именно практиков, а не теоретиков. Теоретиков он отбрасывал, дистанцировался от них, считал, что это не революционный элемент. И как раз таки парадоксально, что люди, которые занимаются теорией, больше всего в ней разбираются. А люди, которые жаждут практику, они отдаляются от теории. И, к сожалению, есть такой вот дуализм тут. Но это в целом несложно устранить. Поэтому в ряды легалистов ходили в большинстве своем именно практики, а не теоретики. Но пропаганда путала многие понятия, хотя у легалистов была своя этика в движении. То есть они формировали свои какие-то правила, но потому что это ассоциация, и нужно было как-то обрамляться, чтобы ставить грань между внутренним миром и миром внешним. Но даже те, кто вступал в ряды легалистов, сами потом и легализм критиковали, считая это не теорией, а практикой и методом. То есть ничего не продвигалось, это просто метод действия. Все, больше ничего. За рамки никакие там теоретически это не выходит. Это даже не теория. Это меньше теории. И это даже понимал сам Мариус Жакоб. Интересно, что Мариус Жакоб, будучи анархистом, индивидуалистом и при этом радикалом, стал прототипом Арсена Люмена, героя романа, литературного произведения, о котором потом сделают мангу, а затем снимут аниме. Как раз-таки за некоторое время до начала съемки данного видеоролика, что парадоксально, я посмотрел аниме «Замок Калиостро», где был Арсен Люмен, где это все афишировалось, романтизировался образ преступника. Такого человека, занимающегося криминалом. Опять-таки ни к чему не призываю. Ну и в целом даже делался намек на то, что государство – это инфляционный институт, так как оно печатает деньги. Тоже необычно. Режиссировал это все Хаяо Миядзаки, поэтому рекомендую аниметом 70-х годов, поэтому сделано качественно. Разобрав большую часть направления, давайте же перейдем к критике. По идее, критиковали данное направление многие. Начиная от высшего класса, который выступал против индивидуального террора, заканчивая и левыми марксистами, и социальными анархистами, в том числе анархосиндикалистами, которые не считали данный метод авангардом своего движения. Для большинства из них это был просто какой-то грабеж, который не имел ничего общего с идеями рабочей солидарности и интернационализмом. Максимум грабили богатых, но ни в коем случае не трогали и не брали деньги у бедных. Это можно, кстати, как-то было бы благородно обыграть, как и с Робин Гудом. Ну да ладно. Иллегализм, как правильно подчеркивали сами члены своего же движения, это метод, но ни в коем случае не теория. Поэтому, несмотря на практику, никакого продвижения в теоретическом плане не было. Просто. То есть, изменения были в количественном, но не в качественном плане. Хотя, подобный опыт испытывался часто в свое время, то есть, индивидуальный террор. И подчеркивалось, что ближе к 20 веку, конца 19-го, увеличились количество преступлений, связанных с динамитом. Тоже следует это афишировать. Вообще, в чем прикол индивидуального террора? Начнем с природы государства. Государство делает все ради своей собственной защиты, потому что государство основано на монополии, на насилии. То есть, власть у какой-то верхушки, она там сосредоточена, и там есть какая-то концентрация. И получается, что власть защищают, защищают силовые структуры. И когда находится какой-то человек, который начинает заниматься индивидуальным террором, он становится альтернативой для власти, и появляется такое двоевластие некое. И государство делает все, чтобы минимизировать его насилие, чтобы было тотальное насилие государства. Поэтому индивидуальный террор, убивая каких-то чиновников, занимаясь тактикой саботажа, ничего в глобальном плане не меняет. Индивидуальный террор и террор легалистов был локальным, основанным на каких-то личных переживаниях, но не на какой-то глобальности, повторюсь. То есть, надстройка как такова и равным счетам базис не менялись от слова совсем. Но ужесточался государственный режим. И это страшно. То есть, вроде бы есть попытки изменения, но государство обнажает свои, получается, клинки и занимается репрессивным аппаратом. В этом как раз-таки минус индивидуального террора в том, что он не продвигает никакое движение, а он сугубляет положение. И индивидуальный террор может рассматриваться только как придаток к мировой революции или в целом революции. Когда уже большая часть силы широко направлена в одну сторону, и индивидуальный террор, занимаясь тактикой саботажа, тоже выводит систему из строя, когда система уже не может продуцировать свое насилие в одну сторону. Индивидуальный террор имеет место быть даже в повсаческом движении. Например, движение Нестора Ивановича Махно занималось индивидуальным террором, как придатком к своему собственному движению. Когда пришлось сдать воле и поле и вернуться назад после Токандрогской конференции, была принята программа Нестора Махно, что отряды мелкие занимаются тактикой индивидуального террора, а потом, объединяясь, начинают заниматься нечто крупномасштабным. То есть, индивидуальный террор это была временная мера у повстанцев Махно. Но такая тактика использовалась, почему бы нет? Но когда делается именно упор только на индивидуальный террор, это, естественно, ничего не меняет. И это просто какая-то, получается, нажива, хоть и с революционными лозунгами. Ну и максимум, часть награбленного уходит в анархические фонды, но это только иногда. Опыт практиков анархистов-индивидуалистов довольно интересен в историческом плане и в теоретическом. Ведь это дает широкий взгляд именно на идею и философию движения. То есть, все знают об революционном анархо-коммунизме Нестора Махно, об опыте Испании, об Рожаве, сапатистах и коммунах в Латинской Америке и в Индонезии. Но вот опыт анархо-индивидуалистов просто умалчивается. И это, конечно, плохо. Но, опять-таки, хочется заметить, что опыт построения коммун у Нестора Махно и в Испании продвинул анархическую теорию на десятки и сотни лет вперед. То есть, это был колоссальный скачок. А то, что делали анархисты-индивидуалисты, занимаясь террором, это не продвинуло теорию ни на копеечку, ни на грамм. Нет. Никак. То есть, в количественном плане что-то было, но не в качественном. А вот опыт Махно в Гуляйполе и испанские коммуны, они дали нам очень многое об анархизме и продвинули нашу теорию на огромное количество лет вперед. Сейчас, конечно, есть акции, которые можно приписать легалистам, основанные на тактике индивидуального террора, саботажа. Но индивидуальный террор – это метод борьбы у многих, начиная от неонацистов, заканчивая анархистами и не только. Но эти вопросы не ко мне, так как я просто являюсь теоретиком. Опять-таки, повторюсь, я ни к чему не призываю, никого никуда не зову, моя деятельность носит чисто общеобразовательный характер. И на этой позитивной довольно ноте я бы хотел закончить свое повествование. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал Товарищанком. Также у меня есть номер банковской карты. И помимо всего прочего, также рекомендую вам заглянуть в свой Telegram-канал. Там выходят статьи в большом количестве, больше постов, чем в ВК-сообществе. Вы можете что-то новое узнать и, может быть, вам будет интересно. А я вам желаю удачи, здоровья и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok